Здравствуйте! О самых интересных и значимых событиях расскажут вам корреспонденты телеканала Кукщей. Я, Жамал Габдулина Асурда, перевод Людмилы Изотовой. И сегодня в нашем выпуске. Оглашен приговор в громком деле по махинациям с землей в Целиноградском районе. Об этом подробнее уже через несколько минут расскажу вам я, Санья Кубжасарова. В рамках празднования 20-летия столицы Республики Казахстан астанинские артисты подготовили для жителей Кокшетау праздничный концерт. Подробности через несколько минут. Кокшетау прошел открытый чемпионат по маунтинбайку. Об этом буквально через несколько минут расскажу вам я, Юлия Вердиевская. Количество заболевших растет. Премьер-министр Бахачан Сагентаев потребовал отчета по ситуации с менингококовой инфекцией в Казахстане. Председатель Сената парламента Казахстана Касамжумар Тукаев комментируя ситуацию с заболеваемостью менингитом в стране, подверг Министерство здравоохранения критики и заявил о нерешительности этого профильного ведомства. Ситуация с заболеваемостью менингитом складывается тревожная. В связи с чем Бакджан Сагентаев сразу же вызвал Ельжана Бертанова к трибуне. Министр здравоохранения представил отчет. С начала года в стране с подозрением на менингоковую инфекцию обратились к врачу 593 человека. Из них 213 были госпитализированы. «58 случаев менингоковой инфекции подтверждены. Число детей в возрасте до 14 лет – 21. В настоящее время 10 из них выздоровели, 55 пациентов всё ещё проходят лечение. Зарегистрировано 13 случаев летального исхода. Среди них 4 из Алматинской области, 1 из Казавардинской области, 2 из Южно-Казахстанской области и 6 из города Алматы. К сожалению, число погибших среди детей составило 6 человек». Статистические данные – не повод для паники, в конце концов. По словам министра, средний уровень распространения инфекции – 2 к 1 на 100 тысяч человек. На сегодняшний день в нашей стране этот показатель составляет около 0,3. Министр подтвердил, что нет необходимости в массовой вакцинации. Однако, если даже в цифрах ситуация равняется по всем нормам, министр предупредил о некоторых нюансах. «Вакцина глобально обсуждается, нужна ли она или не нужна. Вчера ко мне на приём пришёл руководитель крупного предприятия и спросил, нужно ли ему проводить вакцинацию среди его рабочих. Он отметил, что рабочие обеспокоены, но об этом никто не говорит». Премьер-министр обеспокоен стоимостью вакцин. В одном регионе её цена – 20 тысяч тенге, а в другом – 40 тысяч. В связи с этим Бахжан Сагентаев поручил Акимам областей регулировать цены и держать ситуацию под контролем. Он также настоятельно обязал при необходимости скорой медицинской помощи больного нужно доставить в ближайшую больницу. «Такие проблемы нужно решать оперативно, Ильжана Монтай-Уэ. Вчера мы прошли о том, чтобы добраться с села Талгар до Каскелена, необходимо два часа пути. А мать ребёнка утверждает, что она потеряла сына в течение трёх часов. Почему его не разместили в город Алматы?» Председатель Сената Касым Жумар-Тукаев раскритиковал министра здравоохранения в Твиттере. «Ситуация с инфекцией Менингита обострилась. Ответственные министерства относятся к этому безответственно и халатно, что непростительно. Депутаты Сената парламента направляют запрос в правительство». После заседания правительства Ильжана Бертанова окружили журналисты. Министр пообещал держать ситуацию на контроле. «В прошлом году, согласно указу, специалисты скорой помощи должны в обязательном порядке оказать медицинскую помощь. В соответствии с приказом, в случае крайней необходимости пациенты должны доставляться непосредственно в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, в некоторых регионах и городах нарушен надлежащий порядок». После заседания министр в срочном порядке полетит в Алматы. Планируется проверить эффективность проводимых мероприятий и узнать о состоянии пациентов. Начало 2018 года ознаменовано для Казахстана важным событием – обращением главы государства к народу Казахстана. В программном документе «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» определены основные тенденции развития страны и важные тактические шаги на ближайшую перспективу. В своем нынешнем послании народу Казахстана глава государства выстраивает целостную политику, направленную на повышение человеческого капитала страны через развитие сферы образования. «Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свою историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды», – говорит Ельбасе. «В Казахстане все необходимое для вхождения в числе лидеров нового мира. Для этого нужно сконцентрироваться на решении поставленных президенту задач, одним из которых является новое качество образования, начать переход на обновленное содержание, которое будет завершено в 2021 году. Это абсолютно новая программа учебники, стандарты и кадры, введенная программа трехязычия. Будущее казахстанцев на свободном владении казахским, русским и английским языками». Новая инициатива лидера нации – очень важный шаг, который полностью отвечает интересам государства и народа и, в свою очередь, будет способствовать прогрессу во всех сферах жизни, а стало быть, повышению жизненного уровня казахстанцев. «Президент уделил особое внимание системе образования. Он говорил о том, что именно человеческие ресурсы – это и есть основа модернизации. Сегодня происходит внедрение новых программ, обновление содержания образования в общеобразовательных школах. Я поддерживаю все направления в реализации пунктов, указанных в послании». Лидерам нации поставлено 10 конкретных задач, которые необходимо реализовать всем казахстанцам. Разработан комплексный стратегический план развития страны до 2025 года. Главная цель – войти в тридцатку самых развитых стран мира. Зарина Десекеева, Султан Курганбаев, Омиржан Купей, Кокщер, Парад. Программная статья президента «Взгляд в будущее» – модернизация общественного сознания – является идейной платформой, которая призвана стать основой для качественного преобразования всей страны. В программных документах четко определены направления развития. Это экономика, конституционная реформа и модернизация общественного сознания. Модернизация общественного сознания, как сказал президент, – самая важная и сложная задача. Она включает в себя шесть проектов, которые должны стать локомотивом для всех последующих преобразований в стране. Областной учебно-методический центр совместно с Управлением образования Кмунинской области в рамках программы «Рухани Жангеру» работала над программой воспитания и образования. Она имеет два направления – «Санавы Азамат» и «Отанэн Тахдер». В рамках этих направлений запланировано 23 мероприятия. На сегодняшний день наш центр успешно реализовал 16 из них. В череде мероприятий в рамках программы «Рухани Жангеру» курс лекций по воспитанию молодежи, духовной составляющей и патриотического духа. Реализация программы «Рухани Жангеру» направлена на работу среди студенческой молодежи. Непосредственно именно на профориентацию среди молодежи и учащихся школ города. Мир профессии, являющийся под проектом направления «Санавы Азамат», как раз направлен на то, чтобы развивать профориентационную работу, профориентационную деятельность среди молодежи. Стоит отметить, все преобразования нашей страны, касаются они политики или экономики, ведут главные цели – вхождению в тридцатку развитых стран мира. Путь к этому лежит через образование, реформы и инновации. Социальные инициативы Ельбасы находят поддержку среди граждан региона. Обеспечение наиболее уязвимых слоев населения в таких актуальных вопросах, как жилищное строительство и создание эффективной системы развития трудовых ресурсов, необходимо и своевременно. Говоря о программе «Сим-20-25», президент отмечает, что каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заим. В итоге повысится доступность приобретения жилья для миллионов казахстанцев. 7% годовых, 20% первоначального взноса и также на 25 лет – это очень хорошая возможность для молодежи приобретения жилья и решения всех своих жилищных проблем, так как мы знаем, что на сегодняшний день самой главной проблемой для молодежи является жилье. В ряду с жилищным вопросом Ельбасы говорит о защите от жесткого воздействия рынка социально уязвимых слоев населения. В котором были определены льготные категории граждан, лица, имеющие обязательства по исчислению и уплате, отчислению и взносам на обязательное медицинское страхование. Однако, согласно данных Министерства труда и социальной защиты, часть граждан у нас не были отнесены ни к одной из категорий установленных законов. В связи с чем, действие данного закона по исчислению взносов было приостановлено до 1 января 2020 года. В итоге новые социальные инициативы нашего президента являются проявлением особой заботы о благе не только отдельных слоев населения, но и всех жителей нашей республики. Жамал Габдулина, Данил Джумагулов, Кокще, Ахпарат. В Жарханинском районе успешно реализуется программа продуктивной занятости и массового предпринимательства. Население региона особенно заинтересовано в том, чтобы молодые люди получали льготные кредиты и открывали свое дело. Сегодня государством оказывается значительная поддержка развитию предпринимательства. Со многими вопросами касательно открытия и развития своего дела местные жители обращаются в службу занятости. Здесь активно ведется разъяснительная работа. Государство заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса, а также в увеличении благосостояния граждан. Поэтому в 2017 году по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства микрокредиты получили 13 человек на общую сумму 65 миллионов 750 тысяч. Из них наиболее приоритетным направлением является сфера развития животноводства, где была освоена сумма в размере 19 миллионов. Житель села Пригородная Хуаннаш-Кулатаев, воспользовавшись условиями льготного кредитования, приобрел 30 голов крупного рогатого скота. В летние месяцы животные пасутся на пастбищах. Хорошая программа. Попробовал сейчас нормально. В прошлом году 20 тонн мяса сдал. Двоих взял рабочих. Сейчас дальше больше. Расширюсь еще наберу людей. В текущем году в Жаркаинском районе 90 сельчан планируют открыть собственное дело. 36 из них проходят обучение на специальных учебных курсах. Агирим Сулейменова, Калымбек Мухамеджанов, Дархан Саган, Шохан Таукеев, Кокши Акпарат. В региональной службе коммуникации области представители Департамента охраны общественного здоровья опровергли слухи о подозрении на менингит у 10-месячного ребенка. По результатам лабораторных исследований, менингококковая инфекция не подтвердилась. С целью недопущения паники среди населения специалистами проводится комплексный план информационно-разъяснительной работы. В социальных сетях, в средствах массовой информации очень много негативной информации касательно этой инфекции. И мы, как официальный орган, хотим донести до населения информацию достоверную, чтобы не пользовались информацией, которая распространяется в WhatsApp, чтобы успокоить население. У нас на сегодня по нашей области ситуация по менингококковой инфекции стабильная. С начала года зарегистрировано у нас два случая. Один в феврале, другой в апреле месяце. Эти случаи между собой не связаны. Единичные случаи. Больные пролечены в удовлетворительном состоянии и выписаны домой. Один – это жительница Астаны, но она учается у нас в городе как штаб. Это как бы завозной случай. И один случай в Санкт-Петербургском районе. Это пенсионерка, 51-го года рождения. Менингококковая инфекция, она характеризуется сезонным подъемом. Это в холодное время. И наибольший пик – это март-май месяц. Последний случай, который у нас передавали 31 мая, он не подтвердился. На сегодня диагноз снят. После получения результатов лабораторных исследований, проведения консилиума, ребенку выставлен диагноз сепсис, и менингококковая инфекция не подтвердилась. По предоставленным данным, в ходе брифинга отмечалось, что за последние пять лет летальный случай от менингококковой инфекции зарегистрирован в 2013 году в Адбасарском районе. Это значит, что контрольный уровень по заболеваемости не превышен, показаний для вакцинации нет. Участников пресс-конференции интересовали в основном вопросы по мерам профилактики заболевания. Мера профилактика – это избегать места массового скопления людей. Если уже посещаете такие организации, то носить маски, чтобы как-то ограничить. Отметим, что на территории области запущена работа колл-центра по номеру 8 800 080 64 71. Врачи-инфекционисты и эпидемиологи работают по разъяснению ситуации. Кроме того, специалисты здравоохранения проводят информационную работу и с имамами мечети, ведь в месяц Рамадан основное скопление людей наблюдается в мечетях региона. Одна из составляющих модернизации экономики страны – это расширение возможностей для развития бизнеса. Сегодня предпринимательство активно пользуется мерами государственной поддержки. Региональная палата «Тамикен» организовала очередную диалоговую площадку, цель которой – содействие местным товаропроизводителям. В ходе заседания рабочей группы представители завода по производству железобетонных изделий презентовали свою продукцию. Предприятие по производству железобетонных труб было запущено в Акмолинской области в 2015 году. В сутки компания производит 30 метров труб. Так, к примеру, в столицу уложен трубопровод протяжённостью 75 метров. По самопредставителям товарищества с ограниченной ответственностью САПАСУ, продукция завода пользуется спросом не только на территории Акмолинского, но также южного, восточного и западного регионов страны. «Данные трубы, они предназначены для использования коспотовой или невоканализации. На сегодняшний день завод производит 8 диаметров трубы, начиная с 500 диаметра до 1800 мм. Основное преимущество железобетонной трубы является то, что она является высокопрочной, имеет казахстанское содержание, имеет экономичную стоимость. Данная продукция довольно-таки популярна южным регионам, потому что она сеть мостового человека». В ходе встречи также были даны разъяснения, как составлять техническую спецификацию для конкурса по закупу товаров в пищевой промышленности. «Для чего это делается? Для того, чтобы заказчики в лице государственного учреждения могли составлять так технические спецификации в рамках закона о госзакупках, для того, чтобы выиграли наши одежды товаропроизводители. То есть в данном направлении по поддержке наших ОТП ведётся нами, палаты предпринимателей Акмолинской области, и наша диалоговая площадка является местом для обсуждения и выработки определённых рекомендаций. Мы призываем предпринимателей принять активное участие в поддержке отечественного товаропроизводителя». Подобные диалоговые площадки региональной палаты проводятся ежемесячно. Каждый предприниматель может подать заявку на участие и представить свою продукцию общественности. Поддержка местного товаропроизводителя, содействие в открытии и продвижении бизнеса – вот основные цели АТАМИКИН. Иван Дубейко и Гульбекет, Казамарат Ахмеджанов, Расул Бакиров, Кокши, Акпарат. В Акмолинской области действуют 88 организаций, занимающихся техническим регулированием, метрологией и менеджментом. В этом году областной филиал Института стандартизации и сертификации организовал очередной пятый семинар для их сотрудников. За три дня его посетили специалисты в области технического регулирования и производства продуктов питания. Спрос на продукцию напрямую зависит от её качества. Во второй день семинара директор областного филиала Казахстанского института стандартизации и сертификации Кайра Джунусов читал лекции, посвященные этой теме. Он рассказал присутствующим об опыте всемирных торговых организаций и поделился некоторыми секретами. Руководитель филиала отметил, что продукции региональных товаропроизводителей сегодня соответствуют мировым стандартам. Главная цель семинара – повышение профессионального уровня специалистов в области технического регулирования, метрологии и производства пищевой продукции. Я считаю, что наши предприятия работают на достаточно высоком уровне. Они грамотно реализуют финансы. Специалисты повышают свой профессиональный уровень и применяют знания на практике. Поэтому программа государственной помощи предпринимателям очень важна. Сейчас стоит вопрос оценки качества и выдачи сертификатов учреждениям. Наша цель – повышение качества. Для этого мы и ведём обучение. Отметим, что ежегодно сотни специалистов из различных промышленных предприятий проходят обучение по метрологии и менеджменту на бесплатной основе. Юрий Бердиенко, Айгуля Зекова, Болжан Смогулов, Алмаз Адвакасов. Кокщик, Парад. На территории Цельноградского района незаконно продано 24 земельных участка. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмулинской области оглашён приговор. На скамье подсудимых бывшие работники государственных учреждений Эксааким сельского округа Коши, а также представители частных компаний. Ими были подделаны документы и проведена сделка по продаже земельных участков близ Астаны, несмотря на действующие моратории. По уголовному делу проходит порядка 300 потерпевших. Судебный процесс длился больше года. Суду было предано 24 человека. 5 из них оправданы. 19 осуждены к различным видам наказания. Лишению свободы, штрафу. Максимально назначено... Не максимально, а самое суровое наказание было назначено Тулигеновой в виде 6 лет лишения свободы. И мы продолжаем выпуск. В рамках Дней культуры Астаны в Акмулинской области столичный кукольный театр представил внимание кукшотауского зрителя спектакль «Менгалек балавини». Постановки по произведению писательницы-драматурга Розы Мукановой за образом главной героини стоят трагические судьбы жертв Симпалатинского полигона. На этот раз роль Лейлы играет кукла. Спектакль повествует о ядерных испытаниях на Симпалатинском полигоне, унесших и изуродовавших тысячи судеб, ни в чем не повинных людей. В роли главного героя кукла режиссер разворачивает ужасающую картину глазами подростка. Спектакль был поставлен с той целью, чтобы показать людям, какая трагедия была в те времена в Симпалатинском. Это были очень тяжелые дни для этого народа, и мы хотели на сцене это передать, чтобы мы помнили и знали нашу историю, историю Казахстана и были патриотами своей Родины. Как тяжело нам доставалось дойти до сегодняшнего дня. Зрители не могли сдержать слез. Главная героиня пьесы – девочка, пострадавшая от ядерных испытаний на Симпалатинском полигоне. Физические возможности ее ограничены, зато душа богата. Девочка ни с кем не может открыто поделиться своими переживаниями. Лейла, как ее земляки, не подозревает, что происходит вокруг. Манголюк Балабейни – о трагедии всего казахстана. По мотивам сильнейшего произведения не раз ставились спектакли, снят в жанре социальной драмы, художественный фильм. В постановке столичного театра кукла становится символом ничего не подозревающего простого народа, с восхищением наблюдающего за огненными грибами, возникающими из-под земли и медленно уходящими в небо, не осознающего, какое преступление в отношении них совершается. Кукла становится символом беззащитности. Поэтому, пожалуй, версия столичного кукольного театра нашла столь сильный отклик у зрителей. В рамках празднования 20-летия Астаны столичные артисты подготовили для жителей Кукшатау праздничный концерт. Мероприятие состоялось с участием эстрадно-симфонического оркестра «Астана» вместе с традиционной народной музыкой. Зрителям были представлены произведения современных зарубежных композиторов. Торжественное мероприятие состоялось в областном филармонии имени Укили и Брая. Концерт в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра «Астана» во главе с дирижером Алиби Абдинуровым. В каждой из мелодий прошлое и настоящее казахского народа. А поэтому каждую кукшатанский зритель встречал тепло и благодарно. На сегодняшний день в оркестре работают около 60 музыкантов. Большая часть из них молодые артисты. Несмотря на возраст, у каждого есть необходимый опыт. Это один из самых сложных оркестров. Он симбиоз симфонического и камерного, а также эстрадно-джазового. Совершенно универсальный. Мы играем разную музыку. Это классические произведения, современные мелодии, а также произведения, написанные специально для нашего оркестра. Концерт прошел в рамках празднования 20-летия «Астаны». И неудивительно, что многие мелодии посвящались достижениям казахстанской столицы. В городе Кахчетав мы привезли обширную программу с «Астаны». Здесь, в филармонии, проходит концерт эстрадно-симфонического оркестра «Астана», которому уже 18 лет. И это довольно большой коллектив, известный не только в Казахстане, но и за пределами. Ну, такая обширная программа, скажем, здесь представлены произведения эстрадно-симфонического плана не только казахстанских композиторов. Творческие гастроли столичные артисты планируют совершить во все регионы Казахстана. Концертный тур, начатый на западе и севере страны, продолжится в восточно-южно-казахстанском регионах. Осенью текущего года оркестр представит свою программу в Алматинской области. Иван Дубейко, Диана Калыкова, Игуль Бекет, Казы Павел, Соловьёк, Расул Бакиров, Кокше, Акпарад. Минувшие выходные в Кукшотау на территории комплекса Куэктау прошел чемпионат Акмолинской области по велоспорту маунтинбайку. Каковы особенности этого вида спорта и кто же стал победителем? Все подробности у Юрия Аберденко. Маунтинбайк – относительно молодой вид спорта. Он заключается в том, что необходимо преодолеть определенную дистанцию по пересеченной местности. Сегодня дистанция составляет 2 километра 200 метров. Маунтинбайки – горные велосипеды, на которых спортсмены участвуют в гонках. Главная задача – прийти к финишу первым. В этот день соревнования осложнялись тем, что после прошедшего дождя трассы были скользкими. И для того, чтобы удержать велосипед, требовался большой опыт и настоящий профессионализм. Я занимаюсь велоспортом уже третий год. Я являюсь двукратной чемпионкой Казахстана в разделке, неоднократной призеркой чемпионатов Казахстана. Сегодня у нас проходит в Кукшотау соревнования по маунтинбайку. Также приглашаются все любители велоспорта. Надеюсь, все проедут хорошо, обойдутся без падений. Соревнования прошли под эгидой празднования 20-летия Астаны. Участие в велогонке приняли как совсем молодые и начинающие спортсмены, так и ветераны велоспорта. Они старались поддержать молодежь и делились секретами маунтинбайка. Сегодня мы проводим открытый чемпионат Молинской области по велоспорту, именно по такой разновидности велоспорта, как маунтинбайк. Имея тем более природные места, такие как в нашем регионе, развитие данного спирта может получить более широкий охват населения. Своебразность маунтинбайка – это то, что это езда на велосипеде по пересеченной местности, где необходимы определенные навыки, которые, я надеюсь, сегодня покажут наши спортсмены. По итогам чемпионата первой среди юниоров стала Кристина Чернышова, а среди юношей – Илья Никулин. Чемпионы среди взрослых – Денис Мехлик и Оксана Грот. Подобные соревнования в только набирающем в Казахстане популярность в виде спорта будут проводиться и в дальнейшем, отмечают организаторы. Юрий Бердиенко, Павел Соловьев, Алмаз Адваказов, Кукще, Ахпарат. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok